В этой программе «Мой район» мы продолжаем говорить об общественном транспорте Москвы. Людмила Алексеевна, а вам приходится пользоваться услугами общественного транспорта или у вас персональный автомобиль? У меня ничего нет персонального, кроме меня самой. Я пользуюсь услугами общественного транспорта, когда куда-то еду. В театр у меня на спектакли за мной приезжают и возвращаются. Вот, наконец, заслужила. Потому что я первые 20 лет даже не знала, что Народный СССР, лауреат, дважды ордена новостная, я хвастаюсь, ребят, простите, что мне положена машина. Ну, а потом как-то очень непогода была жуткая. И мне говорят, Людмила Алексеевна, а почему вы не заказываете машину? Я говорю, а что, можно? И вот с тех пор я как-то заранее заказываю. А вообще я люблю ходить пешком. Боже мой, какая я хорошенькая была. Да вы красавица. Не говорите. Антон, вот вы как историк можете проанализировать, чем отличается современный московский транспорт от того, в котором мы с Людмилой в свое время ездили? Что касается разницы между тем, что было тогда, и тем, что мы имеем сейчас, ну, мне кажется, нет единицы измерения, чтобы измерить такой объем. Потому что в зачаточном своем состоянии автобусный транспорт был в Москве очень долгое время, во-первых. То есть, если цифры какие-то набросать, да, то к началу 30-х в городе было меньше 300 единиц автобусов. Вы можете себе это представить. На всю Москву? На всю Москву. А сколько маршрутов было? Маршрутов было, ну, в центре около 12 где-то примерно. Может быть, чуть больше, там, они иногда появлялись, исчезали. Но для справки, в тот же самый момент трамвай, например, да, располагал мощностями в районе 34 маршрутов. До войны в Москве находилось всего в районе где-то 700 машин. То есть это ни о чем, да? 700 машин каких? Автобусов. Автобусов? Автобусов. 700 машин — это два автобусных парка, скажем так. А в Москве сколько автобусных парков? Сколько? 19. А троллейбусы? Троллейбусы, соответственно, получили большое очень распространение еще до войны, в 30-е годы. Советский Союз сам начинал проектировать такие машины. Были абсолютные уникумы в виде двухэтажных троллейбусов. У нас были как в городе Лондонске двухэтажные. Да, но в силу, прежде всего, экономических и климатических условий от этих машин пришлось отказаться. И более того, к сожалению, ни одна такая единица не сохранилась. А вот немножечко здесь уточните, что значит из-за климатических условий? У нас холодно. У нас полгода зима, так или иначе. Поэтому большие проблемы с работой всех этих систем, с системами отопления, так или иначе, просто пришли к выводу, что это не совсем целесообразно. Все равно проще использовать обычные машины, а не строить вот этот Вавилон двухэтажный. Хотя это было, конечно, страшно интересно. Мало того, что он двухэтажный, у него еще и рога сверху. А, кстати, на другой же высоте должны были быть... Конечно, перевешивать провода, совершенно верно. Вот инфраструктурно вы еще напарываетесь на нюансы, что у вас контактная сеть недосягаема для обычных машин, и, соответственно, наоборот, под нее не пролезает большой троллейбус. Но это такой яркий, но промежуточный вариант. Вот. Впоследствии огромный толчок общественный транспорт наземный получил в период второй половины 50-х, начало 60-х. Ну, в целом, это вот теперь в стране, там масса всего положительного происходит и так далее. А что касается конкретно Москвы, это выход ее на новые границы. Постройка МКАДа в 61-м году, да, присоединение гигантского количества территорий, юг, да, соответственно, вырастает как таковой наиболее крупно. И автобус, и троллейбус начинают отрабатывать эту задачу, потому что метро тянется, разумеется, да, но тянется по сей день в циклопических масштабах просто, но все равно оно занимает какое-то время. Как-то без одобрения вы это сказали. Нет, почему, наоборот. Я на личном примере могу подтвердить, что даже вот не полностью сейчас запущенное кольцо сокращает время перемещения из точки А в точку Б, ну, иногда в два раза. Вот, соответственно, задача была вот максимально быстро новые районы, да, повторюсь, которые к Москве присоединялись, как-то вот запитать к общей системе транспорта. И здесь, конечно, автобус был на первом месте, потому что, ну, хочешь не хочешь, это самый мобильный, самый доступный вид городского транспорта. Проводов никаких не надо, ничего заряжать не надо. Вельс не надо каких-то. Вообще ничего не надо, абсолютно. Он просто ездит, и все. Это машина. Просто она возит людей. То есть здесь все максимально просто. А на чем ездит? Бензин? Бензин или дизельное топливо? Дизельное. Дизельное. А есть в Москве дизельное, да? Сейчас весь абсолютно транспорт, который не электрический, он дизельный. Бензиновые последние были, это Илья 677, который на 2003 году, да, уже все... Ну, в районе... Так ты живешь и не знаешь. Ну, он более, сказать так, доступен и более экономичен. Я знаю, что он более экономичен. Я просто не знал, что автобусы у нас все дизельные. Ну, это, скажем так, уже технические нюансы, связанные с классом техники. Ну, и, соответственно, наибольшее свое развитие, да, с точки зрения объема, с точки зрения технических каких-то решений, модельных рядов и так далее, это все как раз 60-е, 70-е. Потому что первый период послевоенный свое отжил, да, техника, которая была, конечно, крайне интересна людям, потому что она была абсолютно новой. И все равно эти машины, конечно, были своего рода пробы пера, они были далеко не идеальны, они были с огромным количеством недоставков с точки зрения уровня комфорта, нахождения в них пассажиров, там, тогда они были тесные, темные, холодные, зачастую не было системы отопления, там, и так далее, и так далее. А в 60-е уже начались серьезные очень работы и в Советском Союзе, и в Братских Республиках, Венгрии в частности, по созданию чего-то действительно соответствующего большому количеству людей, адекватному уровню комфорта, серьезным, очень показателем техническим, чтобы у вас машина ездила, ездила и ездила, да, а не стояла под забором в ожидании ремонта, соответственно. Вот все вместе, это привело к тому, что что-то более-менее похожее на то, на чем мы ездим сейчас, как раз родилось, примерно 50 лет назад. Ой, можно я добавлю? Да, да, конечно, конечно, Дмитрий Алексеевич. Дело в том, что сегодня электробусы. Да. Да? Это же входишь, и просто хочется жить там, хочется ехать, и хочется с кем-то поговорить. Ну, как правило, либо так, либо кто-то взморит, либо не просить остановку. Простите, Антон. Thank you. Людмила Алексеевна, а вот было бы, чтобы водитель просто останавливал автобус и выходил, чтобы взять у вас автограф у пассажира такого? Нет, такие водители не позволяли себе такого. Если я входила, узнавали, то во время остановки он так высовывался и говорил, а можно автограф? А, вот так. Что-то просовывал мне, да. А вы знаете, вот сейчас Антон рассказал, я помню, что когда я училась в Щуке, жили мы на Трифоновской. Актриса Элла Шашкова, сейчас она в театре Вахтангова. И мы вставали в 5 часов утра, шли на проспект Мира, садились на двойку, троллейбус, и мы 55 минут, утром, когда еще нет движения не особенного, но он очень четко всегда останавливался, даже если никого нет, но вдруг кто-то захочет спрыгнуть. Вот так что, нет, в этом плане, как говорится, все виды транспорта за мою не короткую жизнь освоены. Ну, летчики-то, наверное, во время полета... Даже давали порулить. Вот мы смотрели с Александром эпизод из фильма, где Юрий Григорьев играл главную роль водителя автобуса, и там он пытался автопилот, да, вот такую технологию внедрить. А вы допускаете такое развитие событий, что вот пасковский транспорт, ну вообще транспорт общественный, перейдет на автопилот, и вы останетесь без работы, Александр. Ну, может быть, и будет вспомогательное какое-то. Так. Ну, водитель автобуса, мне кажется, он всегда останется нужным, потому что мы же не по рельсам ездим, мы едем по дороге, и, может быть, он будет и называться водителем автобуса, но мы все равно будем контролировать движение. Но это в будущем, скорее всего, не совсем скоро, но, может быть, и произойдет. Ну, я считаю, что водитель автобуса у нас всегда нужен будет. Всегда. А вот на вопрос. Вот к мужчинам. Скажите, пожалуйста, сейчас всячески продвигается никакого водителя? Ну да, да. Никаких вот... Да. Вы доверяете таким? Ну, Александр ответил на этот вопрос. Ну, потому что мне само интересно. Нет, я объясню, да. Вопрос с подвохом. Почему? Потому что, во-первых, ну, я опыта не имел общения с такой техникой. Хотя доступ, кстати, есть к ней. Можно в Сколково покататься. Они катаются по территории, внутренне инновационного центра. Можно туда попасть, и вас повозит машина без никого. Будете в салоне одни. Не дай бог. Вот, в принципе, с точки зрения чистоты эксперимента, вроде как нормально. То есть это все достаточно безопасно и так далее. Но масштаб всей этой деятельности, да, масштаб парка этих машин, в принципе, на планете, он сейчас настолько мал все еще, что мы сейчас не можем об этом говорить. Безопасно это, опасно это, как с этим жить и так далее. То есть человек только-только-только постепенно начинает приоткрывать завесу тайны, да. И может ли вообще машина передвигаться как-то самостоятельно. Понятно, что техника не стоит на месте, там колоссальные прогрессы за последнее время. Но все равно это только начало пути.